Здравствуйте, ребята! Сегодня урок физики у нас в 10 классе. О чем мы с вами будем говорить? Мы недавно прошли с вами тему электростатика, где рассматривали неподвижные заряды. Как правило, мы имеем дело с зарядами подвижными, движущимися. Даже взять любой проводник с током, даже если нет проводника с током, имеется кристаллическая решетка, в котором между ионами кристаллической решетки движутся свободные электроны. А как они движутся? Они движутся хаотично, и скорость хаотичного движения свободных электронов небольшая, 10 минус пятой степени метров в секунду. Если рассмотреть тепловое движение, то там скорость, естественно, намного больше – 100 км в секунду. Мы же сегодня рассматриваем с вами упорядоченное направленное движение частиц. А именно, какая же наша сегодняшняя тема? Тема – это электрический ток, постоянный электрический ток, сила тока, условия существования электрического тока, закон Ома для участка цепи. Итак, что же такое электрический ток? Электрический ток – это упорядоченное направленное движение заряженных частиц. В проводнике что являются заряженными частицами? В проводнике свободной электроны являются переносчиками электрического тока. В полупроводниках – это электроны свободные и дырки. В металлах – это положительные и отрицательные ионы. Что же принимают за направление электрического тока? За направление электрического тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Так принято условно, а в действительности наоборот. Когда приняли направление движения положительного заряда, не было еще известно о свободных электронах. Поэтому так и осталось, что движение положительно заряженных частиц принимается из направления тока. Мы глазами с вами не можем видеть существование тока в проводниках, но мы можем определить по некоторым явлениям, которые происходят в проводниках. Вы в восьмом классе проходили эти явления и их называли действия электрического тока. Какие действия происходят с электрическим током? Первое – это тепловое действие. Вы, когда идете по улице, видите, что провода провисают. А за счет чего они провисают? Если провода нагреваются, удлиняется их длина, и они провисают. Также тепловое действие вы дома можете наблюдать – это утюг, это нагревание лампы накаливания. Магнитные действия. В восьмом классе вы проводили опыты, где на гвоздик наматывали медный провод, и, проходя ток через медный провод, намагничивался, становился электромагнитом. Также химические действия. Химическое действие – это когда выделяется медь при прохождении тока через электролиты. И есть еще два типа действия. Это световые, естественно, понятно, что горит лампа, и механические, когда работают станки, когда троллейбус может перемещаться по действиям электрического тока. Степень действия может… Действие тока может проявляться по-разному, сильнее или слабее. Степень действия тока зависит от электрического заряда, который проходит за единицу времени. Характеристика степени действия является сила тока. Так что такое сила тока? Сила тока… Силой тока называется физическая величина, равная отношению электрического заряда, проходящей через поперечное сечение проводника за интервал времени к этому интервалу времени. Формулу вы видите на экране. Сила тока равна отношению заряда к интервалу времени. Заряд должен быть небольшой, интервал времени – это совершенно маленький промежуток времени здесь берется. От чего зависит сила тока? Сила тока зависит от заряда, сила тока зависит от концентрации, средней скорости и площади поперечного сечения проводника. В каких единицах измеряется сила тока? Сила тока в системе Си измеряется в амперах. Что принимают за 1 ампер? За единицу силы тока принимают силы тока, при которой отрезки параллельных проводников длиной 1 метр взаимодействуют с силой 2 на 10 минус 7 степени ньютон. Вы знаете, проходили еще с 7 класса, что существует кроме системы Си еще кратные и дольные приставки единицы измерения. Поэтому на экране вы видите миллиамперы, микроамперы, килламперы и есть еще другие единицы измерения силы тока. Так что такое постоянный электрический ток? Постоянным электрическим током мы называем тот ток, который не меняется по направлению и по величине с течением времени. Естественно, чтобы ток существовал в цепи, необходимо, что разность потенциала не должно равняться нулю. При каком же условии может существовать электрический ток в цепи? Первое, как я вначале сказала, что наличие свободных зарядов. Я привела пример, что в металлах, полупроводниках и жидкостях. Второе, наличие внешнего электрического поля. Что создает внешнее электрическое поле? А создает и долгое время поддерживает электрическое поле? Это источник тока. Об источнике тока мы поговорим чуть позже. И третье, это наличие замкнутой цепи. Что означает источник тока? Именно в источнике тока заряды перемещаются от одного полюса к другому и совершается работа сторонних сил. Об этом вы будете говорить чуть позже, когда будете проходить тему электродвижущая сила. Именно эта сторонняя сила, она идет против сил электростатического поля, заставляет заряды возвращаться на тот полюс, откуда они начали двигаться. Какие источники тока мы с вами знаем? И в восьмом классе вы проходили такое определение, что в источниках тока происходит превращение любого вида энергии в электрическую энергию. В данный момент вы видите на экране гальванический элемент или аккумуляторы. В этих источниках тока происходит превращение химической энергии в электрическую. В фотоэлементах или, мы в народе говорим, солнечной батареи происходит превращение солнечной энергии или световой энергии в электрическую. Также электромеханический генератор или электрофорная машина – это источники тока тоже, где механическая энергия переходит в электрическую энергию. Для того, чтобы электрический ток был в цепи, естественно, цепь должна быть замкнута. Основные элементы электрической цепи – это потребители, как мы называем, приемник, замыкающее устройство, потому что ток надо выключать, систематически включать, источник тока и другие элементы, которые можно увидеть на схеме в электрической цепи. Основные характеристики электрического тока – это сила тока, напряжение сопротивления, как они связаны между собой. Зависимость силы тока от напряжения называется вольт-амперной характеристикой. Вольт-амперная характеристика бывает разной. В данный момент вы видите, что сила тока прямо пропорциональна напряжению, поэтому график получается прямой. Также я вначале упомянула, что в кристаллической решетке в проводниках имеются ионы, и между ионами двигаются свободные электроны, и проводник сопротивляется этим свободным электронам, поэтому проводник противодействует свободным электронам. И когда есть сопротивление, естественно, уменьшается скорость свободных электронов, и сила тока, естественно, уменьшается. Поэтому сила тока обратно пропорциональна сопротивлению, и вы видите на графике – это гипербола. Делаем вывод, что если сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорционно сопротивлению. Это все мы видим в законе ОМА для участка цепи. Как звучит закон ОМА, вы видите на экране. Математически можно из закона ОМА вывести еще две формулы. Можно найти напряжение, можно найти сопротивление. Если два остальных данных известны, две величины известные, границы применимости закон ОМА. Закон ОМА применим только в том случае, когда температура не изменяется. Если же температура изменяется, то закон ОМА уже нельзя применить. Обратите внимание на вольтамперную характеристику в данный момент лампы накаливания. Здесь вы видите, что в верхней части закон ОМА уже нельзя использовать. И нельзя говорить, что сопротивление зависит от силы тока. Ни в коем случае. Сопротивление зависит от свойств проводника, а именно от длины проводника, от площади поперечного сечения и удельного сопротивления. Что такое удельное сопротивление? Удельное сопротивление показывает, что электрическое сопротивление, каким сопротивлением обладает тот или иной материал, имеющий длину 1 метр и площадь поперечного 1 метр в квадрате. Так как 1 метр в квадрате поперечных сечений очень большого значения, поэтому чаще всего используется не в системе Си, площадь поперечных сечений 1 мм в квадрате. Итак, запишите, пожалуйста, домашнее задание, законспектировать данные определения формулы параграфе учебника Мяки 60 класс, параграф 100-101, ответить на вопросы к этим параграфам и решить тесты к параграфам. Спасибо, урок закончен. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники. Сегодня мы продолжаем урок, уроки, посвященные творчеству Чехова, и поговорим о его рассказе «Студент». «Студент» мы будем с вами толковать как философский рассказ. Произведение это отличает черты, свойственные поздним произведениям Чехова, а именно глубокое духовное содержание, философичность. Мы находим здесь черты, притчи и проповеди. Удивляет лаконизм чеховской прозы, его умение одной деталью обрисовать характер, ситуацию, внешность человека. В маленьком рассказе писателю удается сказать о большом, о смысле человеческой жизни. Рассказ «Студент» был написан Чеховым в 1894 году. Из воспоминаний его близких и родственников мы узнаем, что это был его любимый рассказ, а студент – его любимым героем. В рассказе нашли отражение воспоминания детства писателя, которые были связаны с воспитанием в религиозном духе семьи, строго соблюдавшей церковные традиции. Студент, еще раз повторяю рассказ философский, в нем поставлена проблема, которую можно обозначить одним словом, одним предложением – человек перед лицом бытия. Главный герой от чувства пессимизма, овладевающего им вначале, приходит гармонии к пониманию высшего смысла жизни. В каком-то смысле этот рассказ обратен тому, о котором мы говорили на предыдущем уроке. Этой идеей духовного просветления подчинена вся композиция рассказа. Главным в этом произведении является развитие внутреннего конфликта в герое. Перед читателем предстает история душевной жизни, попытка сориентироваться, найти точку опоры, которая позволит жить в гармонии с миром. Используя внутренние монологи, психологические пейзажи, мотив повторяемости событий, автор раскрывает тревожное ощущение времени героям, его поиски и обретение правды жизни. Из экспозиции рассказа мы с вами узнаем, что действие происходит накануне Пасхи, в Страстную пятницу. Произведение открывает картина мрачной весенней природы. Погода вначале была хорошая, затем стало в лесу неуютно, глухо, нелюдимо, самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Удрученное настроение студента передает не только психологический пейзаж, но и последующий внутренний монолог. Герой одолевает мысли о мрачности, пустынности окружающего мира, о лютой бедности, о голоде, о чувстве гнета. В его душе назревает конфликт, ощущение пустоты внутри себя. Он вспоминает, как дома его мать, сидя в синях на полу, босая чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня, кругом мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше. Центральное место в рассказе занимает беседа Великопольского с крестьянками, матерью и дочерью у костра. Студент рассказывает им один из наиболее драматичных эпизодов Евангелия, историю того, как один из 12 апостолов Петр трижды отрекся от своего учителя в ночь, когда тот был предан в руки иудейским первосвященникам. Рассказ студента об отречении Петра не случайен. Акцент в рассказе сделан на тяжелое душевное состояние ученика Христа, видевшего муки своего учителя и переживающего за свое отречение. Слова студента находят отклик в сердцах Василисы и Лукерьи. По щекам Василисы потекли слезы, Лукерья тоже едва сдерживает боль. Живой эмоциональный отклик добрых женщин поразил студента. Настроил его на мучительные раздумья, результатом которых стало душевное озарение. Правда, оно происходит не сразу, а чуть позже, когда Иван уже расстается со вдовами. Библейский сюжет расширяет художественное время и художественное пространство произведения. Обратим внимание в тексте на явные параллели между евангельскими реалиями в рассказе студента и деталями обстановки. Это следующие повторяющиеся образы. Работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно и грелись, звучит в рассказе студента. Иван тоже подошел к костру женщин погреться, точно так же в холодную ночь. Грелся у костра апостол Петр, говорит он. Все это вызывает невольное сопоставление Ивана Великопольского с апостолом Петром, а вдов Василис и Лукери с Марфой и Марией, сестрами праведного Лазаря. Евангельская история о страданиях и мучениях Христа, предательстве Иуды, отречении Петра, его слабости, его слезах невольно ассоциируется с состоянием самого студента. Он тоже на какой-то момент подобно Петру струсил, разуверился, отчаялся, потерял правду, потерял веру в правду жизни, но вновь обрел ее. Наступает кульминация, вокруг героя ничего не изменилось. Писатель не случайно возвращается к той же теме ни погоды, ни насти, долг жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима и не было похоже, что послезавтра Пасха. Он подчеркивает автор этим, что переломное событие происходит внутри, в душе героя, не в окружающем мире. Иван пытается установить связь между евангельской историей, тем чувством, которое она вызвала в сердцах двух женщин. Наступает развязка внутреннего конфликта. Прошлое, думал он, связано с настоящим, непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. Средством соединения этой цепи служат слезы Василисы, появившиеся потому, что Петр ей близок, и потому что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. Символичный образ костра в рассказе, упоминаемый в самом начале огонь, горит на вдовьих огородах, но ему не в силах разогнать ночную мглу. Затем герой подходит к этому костру, чтобы согреться, но не столько от тепла его, сколько от тепла женщин, сидящих около него. Вспомним мягкую улыбку и последующие слезы Василисы. В то же время этот костер напоминает нам костер евангельский. Огонь евангельского костра озарил душу Ивана, становясь образом-символом его душевного просветления. Молодой человек открывает для себя удивительные вещи. Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду, во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. В этом небольшом рассказе автор сумел привести героев и читателей к мудрому философскому осмыслению жизни. Следование правде, красоте, библейским истинам и ценностям придает человеку веру, стойкость, помогает осознать смысл своего существования. Человек перестает быть одиноким, потерянным в огромном мире. В качестве домашнего задания снова предлагаю вам обратиться в тот учебник, по которому вы занимаетесь, пройти небольшой тест о усвоении разобранного нами с вами и начать читать комедию Чехова «Вишневый сад». А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, всего доброго! Hello, students! I am glad to see you again. Today our lesson is about paper. Today we are going to speak about paper and open your books at page 135. I have prepared for you useful vocabulary to help you read the text. Illustrate. Make clear by providing examples, usually pictures or photographs. Glossy. Having a smooth, gleaming surface. Matte. A surface with little or no shine. Thick. To have a large distance between the two opposite sides. Chopped. Cut into pieces. Blank. Чистый. Paperboard. A cardboard suitable for making posters. Tear out. Remove using force. Shoe cabinet. A piece of furniture. Used to store our shoes. Hole punch. A tool for making holes in paper. Wrap. To fold paper or cloth around an object tightly covering it completely. Harvest it. The process of gathering crops. Okay, let's look through the text and read it with me. Paper is all around us. It helps us communicate, create and illustrate. Our books, newspapers, magazines and posters are made from it. How paper is made? After the trees have been harvested, they are taken to a paper factory. The bark and the roots are burned and used to produce energy. The rest of the tree is washed and then chopped into small chips for pulping. Recycled paper. Recycled paper is made from waste paper mixed with fresh wood pulp. Recycled paper. Old newspapers are usually made into new newsprint or paper board. Paper cannot be recycled over and over again, as it becomes too weak and too short to be used again. How to save paper. I have some rules. Don't throw away magazines or newspapers. Use them to clean the windows. Keep paper that is printed on one side only. The blank side can be used again. Share magazines and newspapers with your friends or borrow them from the library. Take any unwanted magazines to the nearest recycling center. Use paper from magazines to wrap things. Use old magazines to make confetti with a whole punch. And now exercises for you. Fill in the gaps. Paper can be or thin or Paper can be glossy or matte, thin or thick. Paper helps us communicate, create and illustrate. After the trees have been, they are taken to a paper factory. After the trees have been harvested, they are taken to a paper factory. The side can be used again. Which side? The blank side can be used again. And now I want you ask and answer some questions with me. Let's begin. Where are trees taking after they have been harvested? They are taken to a paper factory. What is recycled paper made for? It is made from waste paper mixed with fresh wood pop. I want you to make your own questions to your friends and then answer them. Your home task for the next time is imagine you work in a paper factory. Explain visitors how paper is made and suggest ways to save paper. It is very important nowadays. Save our planet. Make your presentations. Okay, thank you for attention. I'll be glad to see you again. Goodbye. I'll see you again. I'll see you again. I'll see you again.